а здрасьте а всем друзья привет уленьки продолжаем рубиться на золотом колосе и что у нас друзья тут происходит во-первых пошла стройка уже 11 часов дня до я эту серию начинаю не в 6 утра как обычно в 11 часов дня почти 12 почти полки ну ладно в общем то у нас тут идет стройка а еще у нас убирается наше поле точнее как убирается значится пришел мне контрактик на лук вот тут я его посеял или посадил посадил да и вот тут вот он еще есть полоска видите созревшего а есть не созревшего короче он до конца не дозрел монастреме его убирали ну и соответственно уборка на этом прервалась потому что еще не до конца он дозрел вот с этого вот убранного участка большого который вы видите вышло 55 кубов лука и плюс еще только то лежит вот здесь 7 кубов короче 60 кубов вот с этого вот участка вышло это очень мало это значит что нам придется опять сеять лук потому что контракт у нас на 212 кубов урожайность у лука я вам скажу не очень большая если тут было какая-нибудь картоха то конечно же тут вышло бы 500 кубов как нефиг но нет лука получается мало соответственно вот этот парень будет пока что ожидать мы его взяли в аренду я его сдавать не буду сначала мы выполним контракт потому что ночью за него спишут 4000 4950 а брать его в аренду потом второй раз это надо будет еще заплатить 25000 но его нафиг короче он нам еще понадобится поэтому мы его щас просто тупо перегоним на базу да и на него gps пихнул все как надо его перегоним на базу он в общем то будет ожидать сборки урожая хотя с другой стороны скоро тут созреет все ладно в любом случае пока что давай на базу друг еще также на стриме друзья мы скосили вот тут у травы немного и она еще немножко выросла но чтобы быстрее закончить контракт с луком там несмотря на то что еще 70 часов это все можно то есть трое суток это все может делаться лучше сделать конечно за двое суток чтобы потом не было проблем из того поля 2 2 уборки может не хватить поэтому я думаю правильным решением будет воспользоваться этим полем а соответственно надо собрать с него всю траву и все это дело перепахать засеять сюда тоже будет лучок поэтому этим мы сейчас и займемся во первых надо эту всю траву заволковать сделает это у нас вот этот вот замечательный трактор или нет да этот все правильно чья у нас есть волковая жатка мы ее цепанем такая вот классная большая прибольшая сейчас мы это все дело заволкуем и отвезем на бель на биогаз чё траве то пропадать пускай он силос какой-нибудь будет правильно правильно разумеется валерончик здесь будет все это дело волковать так что давай волкуем со всей силы а мы пока поедем все это дело тогда собирать воспользуемся мы вот этим вот замечательным нашим зеленым фэндом поэтому штуку отцепляем травы там будет не очень много скорее всего потому что там всего два покоса было это все дело нам тоже нужно перевести на биогаз есть у меня такой классный фуражный прицепчик которым которым мы уже пользовались на биогазе уже во всю зреет силос 1 сейчас мы забьем другую яму там не немного ее будет но чтоб не пропадала пускай будет так но и сделаем это все наверное ручками почему бы и нет потому что у меня не автодрайв не курс плей туда не прописан принципе как я уже сказал травы здесь будет очень немного поэтому поэтому справимся так в общем-то погнали ее всю собирать а значится друзья вот мы все сюда привезли чай высыпем последнее и все на поле больше травы нету статьи и тут не так уж и мало я вам скажу получилось а если быть точным а почти 200 кубов почти 200 кубов разумеется она здесь не запрессованная я не знаю может быть сейчас валерона поставить это все дело запрессовать хотя блин у него топлива тут нету нифига черт что делать да у него низкий уровень топлива но вроде как он чуть-чуть покатается короче пускай ездит прессует тут ее не так много разумеется у меня нету отвал и мне впаду за ним ехать поэтому он просто ее укатает и затрамбует с этим в общем-то понятно он справится быстро далее друзья 18 поле траву мы с него убрали полностью поэтому фиатик поехал все это дело культивировать ну и плюс так как тут был один слой удобрения сейчас мы тут траву всю эту переделываем здесь ничего не надо будет делать поле удобрено известь все есть соответственно осталось только посадить лучок под 6 7 надо будет обязательно пахать что был урожай урожай нам нужен самый сейчас что ни на есть огромнейший большой ну ладно что друзья нам еще надо сделать вообще по факту я сегодня собирался купить новую технику в данную секунду она нам совершенно не нужна поэтому я отложу это на потом а надо съездить за семенами купить семян лука я вот не помню сколько я семян потратил а то чтобы так с товарищи у нас стоишь не на своем месте поэтому мы тебя передвигаем что я говорил я говорил про лук я не знаю сколько я потратил но купим короче 12 кубов семян вот этого товарища мы отправим разочек съездить за семенами а пока он туда едет мы их как раз купим для этого перемещаемся в садовый центр вот сюда вот и нет мы пока что это покупать не будем потому что что мы сейчас купим появится здесь на поддонах а нам это не надо короче он сюда приедет станет здесь не сможет загрузиться тогда мы у него загрузим так кстати у нас параллельно тут выполняется контракте к 31 поле убирается у нас man и наш комбайн прекраснейший работают все у них прекрасно но я в общем-то упор от в контракты а вообще знаете что я собирался покупать новую технику поэтому погнали покупать тем более денег же мы нас собирали денег то у нас много плюс еще контракт висел все прекрасно соответственно что нам надо точнее не надо а понадобится в будущем во первых что я собирался брать первым это культиватор новый классный культиватор который дисковая барана но культиватор 16 метров вот этот вот супер классный голубенький реально вот он хорош 120 тысяч он всего стоит и выберем пока что он нам вот сейчас не нужен но с помощью него я буду продолжать упарываться в контракт по ему по моему это хорошая идея разумеется к нашему этому новому супер культиватору нужен новый классный большой трактор и так как он голубенького цвета возьмем к нему голубенький трактор и этим трактором будет как ни странно new holland ставим на него топовую движку на 435 лошадок чтобы он смог его тягать потому что культиватор требует 400 судим gps не знаю зачем то я поставил этот мод может быть когда-нибудь ручками придется поработать но единственное друзья я не знаю честно я сделал или нет но я сомневаюсь что система навигации gps авто подруливания стоит 15000 баксов это или евро не важно поэтому я поставил такую какую-то более реальную цену в 500 а вам 500 евро это вполне нормальная цена за систему навигации ну уж извините короче так и поставим сюда широкие шины с балансировкой я просто вот люблю больше всего именно вот такой вариант он самый красивый и за 328 тысяч мать их мы это дело покупаем хорошо ладно так как поле требует вспашку то разумеется мы пока что не будем пахать не будем этим культиватором это все делать далее друзья нам нужна сейлка новая но так как мы сейчас упороты в лук то мы купим сажалку возьмем вот эту 12 метровую которая сеет точнее сажает кукурузку подсолнечник бобы свеклу и много всего другого том числе и лук то что нам надо требует она 300 лошадок поэтому придется брать трактор на 300 лошадок минимум она стоит не так дорого 129 тысяч мы ее тоже берем остается 394 тысячи на трактор опять-таки это должен быть большой классный трактор и есть у нас такая не знаю мемчик что ли на канале купив and один не очень адекватный пользователь в комментариях еще когда так свапе точнее не так давно этот комментарий были но к роликам которые были капец как давно были вот такие вот замечательные комментарии и поэтому а почему бы и нет купим фэнт х то же самое широкие шины с балансировкой колес и вот он фэнт 1050 тоже у нас появляется 373 тысячи он стоит помощью него тоже можно будет делать контракты на посев а чему бы и нет и вот оно друзья это уже тяжелая артиллерия пошла надо будет еще купить трактор с другой сейл к именно сейл к и тут 50 до 1000 какой кошмар за технику два трактора с культиватором и селка еще надо будет для чизеля что-нибудь взять тоже то что друзья у нас пока трактора есть я от них избавляться пока что не буду и вообще вряд ли будут линки здоровые а в общем-то их надо будет перегнать на базу а мы друзья перемещаемся в нашего урала здесь нам нужно купить ему семена смотрите какая фокус-покус какая фокус-покус да какой фокус-покус тратим 2000 загружаем и он херак сразу же уезжает на базу выгрузится и припаркуется после этого вот так это работает здорово же и возвращаемся на биогаз смотрим что успел сделать 43 процента нормально давай пока что катайся что у нас тут есть интересное по контрактам друзья в принципе особо ничего интересного нет у тюкования делать не хочу меня это осточертело потом возьмем контракт тут на уборку урожая тут есть не один есть нас пашку есть вот на посев какой-то но на селке пока что такой нету нормальный и контрактов да и с контрактами пока что глухо значится ждем пока вот это вот все выполняется ждем пока созреет лучок и потом соответственно будем этот самый лучок собирать знаете друзья бегал я тут бегал слава ли мне такое сообщение агрономы предсказывают плохой урожай участие посевов видимо это какое-то случайное событие что-то мне подсказывает что короче все плохо ирономы предсказывают плохой урожай короче говоря чё у нас происходит как видите приезжает man уже два часа дня приезжает man они вот эти вот в паре короче чуваки дальше будут работать но мы все еще ждем пока созреет наш урожай далее на 18 поле идет культивация и она уже почти завершена по моему он последнюю проходку проходит ответственно сейчас мы его поставим культивировать другое поле ну а здесь на готове у нас в пент будем новой нашей сажалка сейчас сажать и все будет классно также вернулся у нас контракта наш комбайн с контрактами друзья у нас все плохо ничего нету в общем-то все по делу все что мог правда вон и финансовое положение свое трохи подправил но что самое классное друзья у нас появилась мойка теперь здесь можно будет мы техник погнали в общем-то чинить помоем например наш комбайн чум бы его не помыть кажется это будет веселое довольно таки занятие я правда все равно вряд ли сильно часто буду ей пользоваться но иногда я буду устраивать такие вот и не знаю помывку техники такую колоссальную что боится черт чё произошло все нормально живем складываем комбайн что по сюда залез загоняем его смотрите мойка сейчас включится и комбайн станет чистым и жадко станет чистыми все что вы туда загоните станет чистым само не надо ничего быть короче мойка классно учета колеса вообще не моются очень медленно понятно комбайн решил не мыться помылась только жадко ладно отгоняем тогда комбайн видимо триггер чуть меньше чем я думал но тогда комбайн моем отдельно помоется все прекрасно сейчас он будет чистым классно еще кстати его можно починить за 1 раз уж пошла такая пьянка правда чинить комбайн очень дорого есть честно 3790 охренеть и жадку тоже можно починить и вторую жадку тоже можно починить но он 5000 потратили просто а то чтобы это все дело починить хотя после следующей уборки она опять сломается какая вот суровая жизнь ладно давайте его припаркуем куда-нибудь и пойдем развлекаться дальше с полями там теле тут развлекаться ты толком нищим давай стой пока здесь на сейчас появится полный набор техники скоро уже совсем скоро тут осталось совсем понты домой поехал но не доехал я тебя понял все мы этого товарища отправляем тогда пускай он едет большое поле наше обрабатывает пашет культивирует чем там делать с ним неважно да кстати у нас еще один контракт выполняется на двадцать шестом поле сейчас мы туда сбегаем я вам его покажу а там надолго там часа на два работы по автодрайву по курсплею так и еще больше наверное это было будет такс погнали здесь через леса через луга и хоп канала нет не не канала тополь растет нихрена себе сюда тополь посадили npc серьезно первый раз и такое вижу если честно друзья ну ладно нам дальше все равно орите хоп тоже канала это нам тоже не надо вон работают пацаны короче вот такой вот маленький свеклоуборочный комбайн нам дали 2 и 7 метра у него жадко жадко но ничего не поделаешь ну и с ним в паре работает трактор вот такой вот классный короче справляются вроде давай ехали ли он только с разгрузки приехал я что-то как-то внимание не обратил скорее всего да потому что сам вот этот прицеп кубов на 35 от силы где-то и полный бункер двадцать восемь кубов поэтому забиваются они приходят сразу же нет в общем то пускай ездит это надолго они справятся без моего вмешательства нам надо обратно на базу сквозь подсолнухи и все остальное что у нас тут тут у нас и чего они поделили вы друзья дорогу я понял значит этого маном и сейчас так в сторону отодвинем то чё он мешает а сейчас этот тронулся с места и пойдет культивировать пускай идет культивировать у нас там созрелость учених и на не созрела когда же ты лук созреешь то надо друзья мотать время что поделать я не любитель мотать время но иногда приходится еще за все время что я отыграл перемотана было не знаю часов 5 может от силы сумме я только вот такие вот маленькие прям когда надо дозреть или когда дождь кстати да вот когда дождь был я мотал потому что убирать урожай нельзя было делать было нечего приходилось что поделать и мы такие же не такая вообще в целом обычно я играю без перемоток и на ночь на ночь на ночь на ночь и обычно выпадают как раз стримы для спонсоров частенько по крайней мере увы но видимо следующее хотя хрен его знает когда будет следующее давай лучок зреть пожалуйста уже ты давно должен был созреть только можно почему так долго давай четыре часа созрел то нет созрел четыре часа отлично соответственно ставим во первых конечно же сначала надо запустить нашу новую супер косилку точнее сажалку ему вроде как не надо будет ездить пополняться потому что у него 1600 литров семян еще шестьсот литров может хватить даже на большое поле на наши кстати и это круто давай мы тебя сейчас тут зарядим работать единственное только знаете что мы тебе вырубим удобрение селка потому что у нас там уже два слоя удобрения и удобрять нам не надо еще чтобы это нормально работало о смотреть сколько контрактов на удобрения сейчас кто-то поедет удобрять у нас есть большая удобрялкой она поедет удобрять по ластам и сейчас разбогатеем но это чуть попозже так что я здесь хотел сделать вот у нас здесь два слоя удобрения но да в настройках надо поставить нами пополняется удобрение потому что если вот этого не поставить по курс play удобрять не будет а семена тратить будет точнее удобрение я не знаю в общем то как это работает но если кто-то сталкивался с этим дерьмом то вот вам пожалуйста решение вот давай все пошел сейчас тут все будет классно и лук засеется всего за 10 минут отлично я такое люблю это круто а мы тогда погнали погнали вот это вот дело до собираем час по быстро я даже сам это ручками до собираю потому что меня добрые люди научили gps им пользоваться хотя я даже свое время гайд успел снять на эту тему а я забыл и все поменялось 500 раз в общем то неважно ладно я это сейчас до уберу и к вам вернусь его друзья заканчиваем и соответственно уборку лука мало его здесь получается с поля 80 кубов ровно ну практически 80 80 кубов 738 литров у меня получилось плюс есть конечно некоторые пропуски но поверьте на слово они вообще ни на что не не влияют короче мы этого паренька оставляем вот так вот амана нашего соответственно сюда и загружаем а уже немножко тут успел закультивировать наш фиатик потому что он ездил и культивировал логично да давай дружище выгружайся вот да лучок интересно кстати на текстурку посмотреть как он тут выглядит то этот самый лучок когда сыпется лучок большой когда сюда падает он становится маленьким отсюда будет хорошо видно ну лук короче да лук он и в африке лук хотя хрена узнать может в африке что-нибудь вместо лука другое используется так с товарищи давай-ка ты знаешь что ездить ка на универмаг и выгрузись там и умеешь что делать поэтому давай а мы поедем вот этого паренька припаркуем куда-нибудь как я уже говорил мы его взяли в аренду но сдавать мы его не будем из аренды потому что он нам понадобится еще как минимум на одну уборку даже на 2 а с учетом того что сейчас прилетела вот это вот херня что агрономы предсказывают урожай не самый прекрасный в общем то все будет плохо из 212 кубов мы собрали только 80 принципе три таких урожая наш контракт закроют полностью плюс еще есть маленькое поле которое мы тоже засеем известно насколько влияет вот эта штука плохой урожай я с этим еще не сталкивался и сейчас пол 12 ночи практически вечера это разработчиков спросил чё это за херня но разумеется они мне пока что не ответили потому что любой адекватный человек уже спать должен был лечь вот они мне расскажут но я может быть в следующей серии если я не забуду или ой что-то сюда не запаркуешься серьезно а если тебя сложить же что ты заедешь сейчас сложить потому что хорошее место о лды а здесь стоило здесь будешь ночевать отлично так с этим мы разобрались далее погнали посмотрим чего у нас там с посевом что я тут мимо проезжал а он уже последнюю проходку и он быстро сеет и потратил он на это всего лишь где-то 500 литров семян даже меньше это замечать лука семена расходуются не так быстро и это нравится и работает он быстро новый фэнт я мою так что нам еще надо здесь нам кстати надо заказать сюда самолетик а здесь идет культивация надо нанять самолет чтобы он здесь все опрыскал вот он в общем то сейчас прилетит здесь все польет поле будет удобрена один раз второй раз потом когда взойдет я еще раз самолетом это все удобрю добрял кай пока не буду потому что там могут быть перемешаны слои или я не знаю как это работает поэтому чтобы не рисковать тратить удобрения в пустую когда она не будет удобряться я это сделаю когда все будет засеяно будет класс и какой же он падла все-таки здоровый да реально большой трактор сравнивать с нашим фиатиком какие у него даже маленьким фэндом и вот он вот можно сравнить здесь маленький фэнд и здоровый нью-холланд маленький фэнд весь в траве сечки он там укатывал поэтому такой вот чумазый вот кстати тоже можно съездить помыть но я не буду этого сделать такс такого хрена и народ я короче когда вам про курсплей говорил что надо поставить настройку чтобы он покупал удобрения так вот я вас обманул надо выключить ее обязательно а чё это я так напутал то да надо ее выключить потому что иначе он будет их покупать но не будет тратить будет тратить ваши деньги вот как это работает черт и простите я вас обманул он короче тот кто не досмотрел до этого конца момента будет обманут судьбой адрес на этого пареньком и курс плечик то вырубаем едем на базу знаете зачем мы пополним семена еще раз чтобы он потом не ездил пополняться поставим его в работу на 6 7 поле правда есть одно большое но большой долей вероятности он догонит культиватора на фиатике этому с этим могут быть проблемы ну ладно как-нибудь я это переживу буду за ними следить и так склады ферма семена и 543 литре к которые были потрачены мы сюда загружаем погнали посмотрим как у нас обстоят дела а шестом поле жалко что вот эти вот сажалки они не работают с культиват но то есть надо обязательно лугом проходится перед ними у них нету сажалок которые с культиваторы ладно это все неважно в общем то его сейчас действительно ставить смысла нету когда он сделает хотя бы две трети поле тогда мы его и жахнем и друзья я уже сделаю заката единственное что еще надо глянуть знаете что надо сбегать на универмаг и разгрузить она что он туда приехал но не разгрузился видимо у меня триггера здесь под трактор сделаны видимо невидимо до разделаны под трактор насколько же надо ему проехать дальше и намного можно кстати его будет сейчас пододвинуть о как далеко тебя двигать ты надо поэтому я код вот так вот выносим сейчас мы тут все подвигаем и будет классно давай даже вот так делаем что все было красивенько и вот так вот это все тут а выровняем вроде как он должен будет работать впрочем если не заработает то потом исправим давай дружище едет на базу ответственно по контракту по контракту по контракту а с 2 212 кубов 800 литров от это все дело отвести 80 тысяч литров мы уже привезли и времени у нас кстати осталось всего лишь на два урожая если два урожая по 80 кубов то это соответственно будет сумме 240 так что хватит не знаю что будет у нас с этим случайным событием то что урожая не стало не знаю в общем но увидим по крайней мере будет это работать сутки не сутки до следующего урожая или как это работает хрен его знает друзья я без понятия эти ребята будут работать у них все получится в общем то друзья встретимся тогда следующий раз уже когда этот контракт будет завершён я думаю что пройдет два игровых дня может быть проведем между ними стрим до спонсоров может быть стримец проведем один другой а вы если хотите чтобы эта серия вышла побыстрее то не забывайте поставить лайкусик а если вы хотите смотреть серии заранее сразу вот по мере их записи как я вот это вот все делаю сразу же они вот выходит вы можете оформить дешевенькую спонсорку и в общем то да конечно же огромнейшее всем спонсором спасибо за поддержку чтобы я без вас сделал ума не приложу а если вы не подписан на канал то подписывайтесь конечно же и вообще желательно оставить какой-нибудь комментарий потому что впереди у нас вот новый год уже вот-вот скоро совсем скоро я не знаю как эти события связаны с тем что надо оставить комментарий но в общем то сами придумаете на этом друзья у меня все всем огромнейшее спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем покаки